Мы с вами заполним мой планер. Это переворачивает вообще концепцию времени с ребенком. Никто, кроме меня, этого не сделает, потому что в голове иногда нам кажется, что наш день просто резиновый, а бумага не врет. Фактически наши привычки нами руководят. У меня нет такого, что, о да, конечно, буду работать там до пяти утра. Меня до сих пор спрашивают, почему я не делегировала монтаж. Да блин, это моя душа. Каждый день это маленькая жизнь. Это, кстати, у нас нововведение с этого года, и мне безумно нравится. Распорядок дня человека, это как лакмусовая бумажка его ценностей. Привет, красотки! Сегодня мы с вами поговорим про планирование мамы, планирование работающей мамы, планирование в принципе. Я не эксперт в этой теме, не какой-то коуч по личностному росту. Я просто дева. Ладно, шучу. Это как бы аргумент в сторону того, что я себя считаю достаточно дисциплинированным человеком, который обожает планирование. И планированием я занимаюсь всю свою жизнь, мне кажется, вот сколько себя помню. Действительно, еще со школьных времен, когда были вот эти школьные дневники, я их использовала не только для того, чтобы написать домашку по математике, но и для того, чтобы написать какие-то встречи с подружками, занятия дополнительные. Прости, господи, дни рождения своих близких я записывала в дневник. И мне это всегда казалось очень удобным инструментом. Сейчас я выросла, использую другие инструменты, но планирование осталось в моей жизни и еще больше укоренилось в ней. Так что сегодня я делюсь своим опытом, делюсь своими лайфхаками, советами. Мы вместе с вами в прямом эфире, вот здесь вот стоит не просто так конструкция такая, мы с вами заполним мой планер. Так как я это делаю на неделю, на день я покажу инструменты, которые я использую. Небольшое введение в контекст про меня. Я мама двух дочек, одной из них 5 лет, другой 10 месяцев. Также я блогер, предпринимательница, йога-тичер, в общем работающий человек. Я занимаюсь йогой каждый день, хожу на барабаны и стараюсь балансировать между работой, времяпрепровождением с семьей и отдыхом. И вот как раз о том, как все это уместить в день, неделю и в целом в жизнь, мы с вами сегодня и поговорим. Давайте начнем с двух очень классных мыслей про планирование, которые я хочу вам передать. Первое это то, что вообще нам дает планирование. Самое главное преимущество, которое я для себя открыла, это то, что оно просто-напросто освобождает нашу голову. То есть мы просто выкладываем всю информацию на бумагу и наглядно начинаем видеть свою жизнь. Мы начинаем видеть не в голове как-то, что-то прокручивая, воображая и, конечно же, что-то забывая, и, конечно же, где-то перегружая свой мозг информацией, потому что этого очень много обычно, а мы видим это на бумаге. И это становится просто, понятно, доступно, становится меньше. Ой, я забыла, ой, я не успела, да и вообще как сюда что поместить. Потому что в голове иногда нам кажется, что наш день просто резиновый, а бумага не врет. И вторая мысль, она такая более философская, более глубокая о том, что распорядок дня человека, вот каждого его дня, это как лакмусовая бумажка его ценностей. И если подойти к этой теме как к тому, что каждый день это маленькая жизнь, а ведь так оно и есть, мы с вами живем, мы имеем только сегодняшний день. Фактически мы не уверены, будет ли завтра, да, вчера уже не вернешь. Вот у нас есть сегодняшний день. И если к нему относиться как к маленькой жизни и наполнять всем тем, что нам по-настоящему хочется иметь в нашей жизни, что нам по-настоящему интересно, а не ждать какого-то там определенного дня, выходного, отпуска, чтобы наконец-то зажить, тогда жизнь вообще кардинально меняется. И именно планирование, именно вот эта организация своего времени дает возможность, собственно, сделать так, чтобы в вашем дне было всегда место для радости, для хобби, для ваших классных занятий. Есть очень классная книга на тему привычек, называется «Атомные привычки». Почему я заговорила про привычки в тему планирования? Это потому что большинство наших действий с вами каждый день мы делаем по привычке. Это просто так, это надо принять, так устроены мы, чтобы не тратить очень много энергии, ресурса на каждое принятое решение. Мы 95, наверное, процентов, я не знаю точных на самом деле процентов, но очень большое количество дел мы с вами делаем на автомате. То есть фактически наши привычки нами руководят. Именно поэтому классно сделать своими привычками те вещи, которые нам хочется делать. Условно говоря, я бы никогда не занялась барабанами, если бы я просто один раз на них не записалась, потом не купила абонемент, не вписала в свой планер раз в неделю у меня запись, и не занималась бы просто потому, что у меня есть запись. И так много-много разных занятий в течение дня, много разных моментов, которыми на самом деле руковожу я. То есть никто, кроме меня, этого не сделает. Точно так же, как и никто, кроме меня, не уберет лишнее. И вот это зачастую даже намного более важная составляющая. Есть еще одна очень классная книга, поделюсь сразу, эссенциализм. Мне кажется, это моя Библия. Настольная книга, можно так сказать. Мне очень близок этот подход, который описывается в книге. И зачастую люди думают, что им чего-то не хватает в жизни для того, чтобы быть счастливым, классным, успешным и так далее. Но на самом деле правда в том, что большинству из нас нужно обязательно что-то убрать, чтобы себя таковым почувствовать. Потому что мы переполняем себя очень многими вещами, встречами, людьми, занятиями, какими-то лишними действиями. Девочки, как же все-таки здорово, что мы с вами живем в эру онлайн-индустрии, которая дает массу возможностей для личной реализации. Мы можем совмещать заработок с учебой, с беременностью, с воспитанием детей, при этом не испытывать каких-то трудностей. Все, что нужно, чтобы освоить востребованную профессию сейчас, это просто желание развиваться. И здесь у меня для вас есть классная рекомендация. Крупнейшая профильная школа дизайна контента предлагает освоить востребованную сегодня профессию графического дизайнера и зарабатывать в среднем от 150 тысяч рублей, находясь при этом в любом уголке земного шара. Курс «Графический дизайнер с нуля до про» подходит абсолютно всем, как креативным гуманитариям, так и структурным технарям. Программа составлена так, что с ней справится даже новичок. Вы научитесь создавать любой визуальный контент от печатной продукции до макета сайта под руководством опытных менторов. Домашнее задание на курсе – это реальные задачи от компаний-партнеров, то есть прямо в статусе ученика вы уже проходите стажировку. На выходе вы становитесь обладателем диплома установленного образца, полноценного портфолио из 18 работ и самого настоящего опыта, о котором так любят спрашивать потенциальные работодатели. Длительность курса 20 месяцев, но можно проходить и быстрее в своем темпе. В неделю вам потребуется примерно 4-8 часов. Ну а теперь о приятных дополнительных бонусах. В качестве подарка вы получаете курс английского языка для дизайнеров, а по моему промокоду PASNOVA забираете скидку 45% на все тарифы обучения. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании и получайте бесплатную консультацию от эксперта школы. Осваивайте новую профессию и помните – все приходит с опытом, а опыт приходит с контентом. Удачи! Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к инструментам, которые я использую каждый день. Инструмент, в который я планирую прям свою жизнь, заполняю день, неделю, месяц. Это вот такой планер. Я думаю, что в таком формате есть много разных планеров. На постоянной основе я использую разворот вот такой. Здесь вся неделя на виду. Единственный минус в том, что выходные объединяются вместе, они делятся на субботу-воскресенье, но окей. И мне нравится, что дни и не супермаленькие, как колоночки совсем, и не так, что целый лист посвящен одному дню. То есть я открываю и вижу всю свою неделю. Здесь я пишу основные свои дела, встречи, все, что касается именно самой жизни. Редко работы. Это первый разворот, который мне здесь нравится. И второй разворот – это вот такой. То есть получается здесь вот такие недели, недели, недели идут. А потом раз в месяц происходит вот такой разворот. И здесь наглядно виден месяц, даже больше полтора месяца. Здесь я люблю обозначать именно напериод, на долгосрок какие-то поездки, основные мероприятия. То есть я сюда, конечно же, не вписываю каждый день какие-то мелкие дела. Это скорее отдалить свой месяц, так издалека на него посмотреть. Скорее всего, многие сейчас зададут вопрос, как же так? Я планирую не в электронном формате. Я на самом деле пробовала и давала шанс разным календарям, но это не мое. Я поняла, что я люблю писать от руки. Мне очень нравится иметь с собой вот блокнотик, писать ручкой, вот в это все чувствовать. Второй инструмент, который я использую, это как раз-таки онлайн-календарь, Google-календарь, но я его использую только для работы, для рекламных интеграций. И его использую вместе в доступе с моей помощницей, моей правой рукой по рекламе. Нам там удобно помечать дни, когда у нас какая интеграция, где какой сценарий нужно до какого дня отправить, до какого дня, например, мы ждем где-то здесь ответ. По сути, вносит все туда, на самом деле, именно Люба, моя помощница. И для меня это просто инструмент, который я могу открыть хоть с ноутбука, хоть с телефона и увидеть. Так, ага, сегодня я отправляюсь в сценарий. Или к следующей среде у нас вот такая-то интеграция запланирована. И третий инструмент, который я использую, но это не так часто, это календарь самого айфона. Там у меня записаны дни рождения моих близких, и мне как напоминание приходит каждый день. То есть, ну, не каждый день у кого-то день рождения, но день в день. То есть, это намного удобнее, чем мне наперед вот здесь где-то заполнять, каждый раз обновлять, получается, из года в год, а там у меня это напоминание раз в год стоит. Давайте я сейчас прям наглядно покажу вам на примере одного дня, как у меня он разделен по блокам, и почему я сказала, что распорядок дня это как лакмусовая бумажка ценности человека. Все потому, что у нас у каждого есть 24 часа в сутках. Базово у меня есть три кита, на которых держится мое хорошее самочувствие. Ну, собственно, так у многих, почти у всех. Но для себя я выделила, что это такие непоколебимые три кита. То есть, это то, чем я не могу жертвовать на постоянной основе. Это должно быть у меня всегда хорошее. Это сон, да, им я не жертвую, у меня нет такого, что, о, да, конечно, буду работать там до пяти утра. Я, скорее всего, обязательно потом получу издержки в виде плохого самочувствия, мне надо будет еще больше времени на восстановление. То есть, это не целесообразно, не рационально. Питание, то есть, у меня никогда не бывает в распорядке дня, что я забыла поесть. У меня он внесен в график, и я, если не успеваю сделать какую-то рабочую задачу, значит, она, скорее всего, сдвигается, или значит, то, что я слишком много запланировала для себя. Здесь, конечно, моментик, подпунктик, то, что у меня малышка-дочь 10-месячная, и иногда эта еда, это просто как бы, ну, мы вместе там обедаем, это на ходу, это что-то на руке и так далее. Но так или иначе, я не пропускаю этот прием пищи, несмотря на то, что ребенок маленький. И движение, то есть, шаги, то есть, какой-то спорт, это обязательно должно быть в моем каждом дне. И прямо сейчас предлагаю расписать эти 24 часа, что куда уходит, что на что остается, и именно эта практика, можете каждый сделать такое для себя, у каждого будет что-то свое, выстроится просто понимание вашего времени, вашего ресурса, что вы куда можете планировать. Потому что иногда, повторюсь, бывает такое, что мы думаем, что день какой-то резиновый, напланируем всего, а потом вечером лежим, просто можно меня не трогать. Мы уходим спать в 21.30, точнее, я уже, скорее всего, сплю в это время, и до 7 утра. Сейчас это особенно непоколебимая база, то есть, я не смотрю рилсики там до 3 ночи, потому что я кормлю миру по ночам, и я и так из-за этого сплю поверхностно, и так из-за этого качество моего сна снижается. На самом деле, очень долгий сон, если так посмотреть. Выходит, кажется, что больше 9 часов, но от того, что он как раз-таки поверхностный, а не целостный, у меня очень часто, наоборот, красные глаза, и я даже в 7 иногда сложно встаю. Хотя обычно, когда я не кормлю, когда у меня еще там не было детей, мне хватало 8 часов с лихвой. И если бы я ложилась в полдесятого, я бы вставала легко в 5 утра, и начинала бы свой день. Но сейчас, на данный момент, вот такой вот период, то есть, мир в это время спит, и я в это время сплю, восстанавливаюсь, и не жертвую этим временем, потому что иначе мне там днем надо будет где-то спать, и так далее. Блог следующий с 7 утра до 9 утра. Это время с семьей. В это время мы завтракаем, делаем зарядку, чистим зубы, играем. Мы живем близко к садику, и поэтому на дорогу нам не нужно закладывать там полчаса. Мы много реально за утро успеваем. Иногда под блогами моими комментарии получают, типа, это какая-то нереальная картинка, что можно испечь блинчики с утра. Но на самом деле, если ты встал в 7, а в 8.40 тебе нужно выйти, то у тебя достаточно времени, чтобы сделать блины. Ну, я тесто делаю минут за 5, наверное. И заодно это первое бодрствование миры. Это важно учесть, потому что дальше будет следующий блок. С 9.00 до 17.00. Это огромный блок, в который я укладываю работу, встречи с друзьями. Именно те, которые не с семьями, а вот я с подружкой пошла встретиться. То есть я в семейное время такие встречи не устраиваю, я устраиваю их в рабочее время и дальше. Поэтому я расскажу их у меня всегда не больше одной в день. Вообще такой вылазки. Врачи. Именно, например, у меня стоматолог. То есть не семейные, да? Если вот, например, это остеопат у Миры, то мы планируем его там на семейное время. Все, что связано с саморазвитием, то есть просто почитать книгу, сделать йогу, пойти на спорт, там у Дениса свои какие-то секции. Это все, это время. Маникюры тоже сюда. Ну, то есть под маникюрами я подразумеваю всякие процедуры. Но так как я матушка, которая кормит малыша и в целом с ним проводит много времени в день, то есть у нас няня, она скорее как поддержка, помощь, как доб взрослый. Нет такого, что я в 9 утра свалила ребенка на няню и в 17.00 забрала. Я все время рядом. То есть я кормлю постоянно. Когда я прихожу покормить, я еще какое-то время бодрствую. Кормлю обычной едой. То есть это всегда зависит от количества задач. Няня у меня это скорее всего как человек на подхват. То есть это как еще один важный взрослый в жизни Миры. Когда, например, я хочу снять видео, чтобы я не думала, что мне это нужно согласовать с Денисом, что-то как-то подменять на следующую, после следующей недели. А это вот просто происходит в моменте. Вот прямо сейчас, например, я их отправила гулять и снимаю здесь видео. Еще 20 минут назад она была здесь. Мы с ней бодрствовали вместе, ползали и так далее. С 17.00 до 18.00 у нас время с Денисом. В это время мы можем поделать семейные какие-то вопросы порешать, просто вместе поваляться, погулять, сходить на кофе. В общем, это время только вдвоем. Это, кстати, у нас нововведение с этого года и мне безумно нравится, потому что раньше мы как будто думали, что семейное время это и есть время друг с другом. Но нифига, в семейное время ты весь в детях и это невозможно сделать. И почему-то для нас как будто рабочее время, знаете, было ценнее, чем время друг с другом. То есть мы какие-то там задачи не можем подвинуть, а время друг с другом всегда можем. И свидание это было что-то такое, типа раз в неделю, дай бог. Сейчас мы сделали это как ежедневную практику и это прикольно, что под конец как раз рабочего дня это уже такой мостик, можно сказать, мягкий переход в семейное время. И с 18.00 до 21.30, да, возвращаемся в первый пункт, зациклили, это снова время с семьей. Мы в это время гуляем обязательно, можем встретиться с друзьями именно семейные, то есть, например, наши друзья, у которых тоже есть дети, и мы организовали такую семейную встречу. Кружки, например, то есть у Евы как раз садик заканчивается в 6, и мы можем пойти там то в бассейн, то там у нее гимнастика, то у нее что-то еще. Вот это тоже как бы вечернее время. То есть, смотрите, весь мой день по блокам выстроен так, что в целом колесо баланса мое существует, да, оно едет. Учтены в целом все сферы жизни, поэтому не бывает такого перекоса, что ой, как-то я вообще семью последний раз не знаю, когда мы разговаривали по душам, или наоборот, что-то я по работе ничего не успеваю, потому что я вся в детях, то есть у меня четкие блоки. Понятно, что всегда где-то нужно там подстроиться, и бывают форс-мажоры и так далее, но вот фундаментально есть такая база, и это очень помогает лишний раз не запланировать каких-то лишних действий, лишних встреч на какой-то день, а значит, в будущем не выгореть из-за этого. И это также помогает тебе сразу наперед знать, а в какое время ты можешь поставить встречу, то есть никогда не бывает такого, что я в семь, вдруг я пошла там на плавание, сама такая решила записаться, и такая, а там другого времени не было. Ну нет, это ты другое время не нашел, значит, нужно записываться заранее. Это время у меня только для семьи. И такое же отношение у меня, собственно, к работе, то есть в рабочее время я занимаюсь рабочими вопросами. Это меня и держит вот в таком духе, знаете, работоспособном, продуктивном, да, потому что я прекрасно знаю, что, а вот там у меня будет отдых. Это, как по мне, очень важное понимание для мозга, знать, когда у него там отдых запланирован. Вставочка из будущего, я уже на монтаже поняла, что про режим, вот этот я вам говорила, это именно касается будних дней. На выходные у нас просто время с семьей, нет работы, то есть мы планируем всякие вылазки, поездки семейные, всякие детские игровые, завтраки с друзьями, с детьми. Ну, короче, вот полностью выходные у нас предоставлены детям, семье, и там, собственно, нет никакого графика режима, кроме как снов миры. Если говорить о покупках, то практически всегда, ну, в процентах 90 случаев, я их совершаю в онлайн режиме и не вижу смысла делать как-то по-другому. Тратить свое время, ресурсы, встраивать в график, поход в магазин, который отнимет час-два и более, лучше я зайду в приложение Мегамаркет, уделю процессу всего 5-10 минут и не просто сэкономлю свое время, но и получу серьезную выгоду. Потому что Мегамаркет каждую неделю предлагает новые акции и супер цены. Плюс есть бесплатная доставка по клику. Просто встречаешь свои покупки у двери, все быстро, аккуратно и суперудобно. Мегамаркет это онлайн площадка, где собраны товары из абсолютно разных категорий. От бытовой техники до продуктов питания, от одежды, аксессуаров до косметики. И прямо сейчас на Мегамаркет действует повышенный кэшбэк до 50%. Это означает, что если вы сделаете онлайн заказ, большая часть средств вам вернется бонусами обратно. И этими бонусами вы можете оплатить до 99% следующего заказа. Но и это еще не все. Обязательно забегите в раздел красота и уход. Там по промокоду мегауход до конца мая вас ждет скидка 500 рублей при первом заказе от 2500 рублей. И что самое приятное, кэшбэк и эта скидка суммируются, то есть работают вместе, что делает ваш онлайн шопинг еще приятнее. Сейчас 100% у многих возникли вопросы, неужели все так строго, ничего нельзя двигать и вообще что за тюрьма, которую ты сам себе построил. Конечно же, если, например, приедет моя близкая подруга из другого города, у нее будет там только день или утро, чтобы встретиться. Конечно же, я и не скажу, прости, здесь у меня блок работа, давай к следующем году. Я отношусь гибко к таким ситуациям в зависимости от ситуации. Давайте посмотрим предстоящую неделю и распишем здесь вот то, как я это обычно делаю, дела какие-то, какие-то моменты. На каждый день я планирую по одной вылазке обязательно, как раз таки, чтобы нашагать шаги, но и не более, потому что иначе будет перекос в рабочие дела. Например, в среду у меня всегда в 17.30 барабаны. Это исключительный, кстати, когда у Дениса здесь волейбол, Ева ночует у бабушки, а у меня барабаны. То есть наша среда, у нас здесь нет нашего времени, но зато позже есть оно, потому что Ева ночует у бабушки. А в остальные дни я на вечер ничего так не планирую в 17, например, 00. В четверг у меня всегда в 13.00 психолог, а во вторник у меня всегда в 10.00 йога, но в этот раз день рождения у Евы 5 лет, конечно же, я йогу отменила. На понедельник я ничего никогда не планирую из вылазок, потому что всегда за выходные накапливаются какие-то рабочие дела, прям в большом объеме и я их вывожу. Мы в пятницу уже улетаем в Грузию, поэтому с пятницы я ничего не планирую. Здесь я не планирую, вот знаете, конкретно снять рил с такой-то или фото вот такое-то. У меня здесь некая даже свобода, я бы сказала, хаос, можно так сказать, в рабочих делах. То есть есть обязательные дела, например, как съемка видео или монтаж. А вот если я хочу какой-то рил снять дополнительно или прописать текст к посту, то это если остается время в течение дня, у меня всегда есть сохраненные идеи, я могу их реализовать. Но не так, что я прям, знаете, прописываю на неделю вперед. Здесь такой-то рил с, здесь такой-то рил с, здесь такой-то пост. Вторник у меня будет, скорее всего, весь нерабочий, потому что Ева не идет в сад, у нее день рождения, мы будем просто весь день тусить. В среду я заканчиваю монтаж, у меня на утро стоят брови, публикация видео будет. На понедельник ставлю монтаж и согласование рекламы, которую вы увидели в этом видео. За двое суток ее согласовывают, как раз мы в среду публикуем. Так как мы в пятницу улетаем, скорее всего, четверг, полдня у меня будут сборы. Часть рабочих вопросов у меня вообще в другом календаре, то есть я здесь не прописываю их, потому что они у меня совместно с моей помощницей. Но это такой более личный календарь, то есть у меня никаких там процедур больше нет. Здесь у меня уже мы улетели в Грузию, хорошо. Я никогда не планирую под завязку. Знаете, это тот момент, когда ты прям каждую минуту расписала свою в течение дня, где просто продыха нет. Вот здесь у тебя блок, там, не знаю, психолог, здесь у тебя блок йога, здесь блок косметолог, здесь блок снять видео, и вот ровно ты уделил там 40 минут здесь, 5 минут на выдох. У меня такого нет, я делаю всегда себе воздух. То есть у меня есть одно дело в день, очень такое большое, основное, и я уже молодец. Это, кстати, прием очень классный, который помогает снижать тревожность по поводу того, что ты какой-то непродуктивный. Я его прочитала в книге «Лайфхаки для работающей мамы» от Людмилы Петрановской, топ книга, очень рекомендую. То есть совет заключается в том, чтобы планировать одно важное дело в день, и если ты его сделал, ты молодец, а если что-то получилось доп, вообще супер. Ну а если не получилось, то молодец-то ты уже. То есть важно, я всегда планирую с неким буфером, запасом воздуха, еще и потому, что, конечно же, у меня дети, а дети это вообще отсутствие постоянства, если честно. Один там может заболеть, у другого там зубы полезли, и у тебя все уже перекосилось, то есть у меня нет такого, что я прям сильно-сильно под завязку, очень много людей вокруг меня. Вот таким подходом грешат часто люди, которые работают на себя, у них нет вот таких вот просто задач от начальства сверху, типа сделать это, это, это. И все, как больше не надо делать. А вот когда ты работаешь на себя, у тебя сразу, ой, так можно и это сделать, и это сделать, и такой-то рилс снять. Вот если я в теме блогерства, у меня там сохранено куча рилсов, которые я хочу снять, куча сценариев, которые можно написать. Так можно работать вообще бесконечно, я вам тогда скажу, не спать, и никакие на выходные не уходить, только работать, работать, работать. Но, по моему опыту, уже исследовано это, приводит, конечно же, к выгоранию, если у тебя нет отдыха. Поэтому у меня четко после 17.00 никакой работы, ну, за очень редким исключением, когда я там запишу какое-то голосовое, ну, или опубликую сторис, который запланировала уже до. Тоже такое бывает, я сохраняю там в черновиках, и потом могу опубликовать. Конечно же, в это видео я не могла не добавить пункт про делегирование. У меня делегировано буквально все, что мне не нравится, все, что я не хотела бы делать на постоянной основе, то, что уже становится там рутиной. Ну, например, уборка. Я люблю прибираться, я люблю организовывать пространство. Мне доставляет это истинное удовольствие, расхламлять и так далее. Но тогда, когда я этого хочу, а не на рутинной основе, когда это просто формат убрать пыль, вымыть посуду, развесить белье и так далее. Поэтому у нас есть помощница по дому, которая делает эти задачи. У меня здесь вопрос закрыт. Сразу же скажу, что не всегда так было. И, например, с маленькой Евой у нас такой помощи не было. И чуть позже поделюсь. Топ лайфхаком, просто секретом номер один всем мамам, у которых нет такой вот помощи, нет возможности, например, нанять клининг. Следующий пункт оптимизировать все, что возможно. Все, что по привычке делаете, но уже можно не делать. Это очень интересно за собой вообще понаблюдать. У каждого это по-любому будет что-то свое. Например, заказы с Wildberries, я не знаю. Кто-то по каждому зову, ваш товар прибыл в пункт выдачи, приходите. Каждый не ходит как на работу в этот пункт выдачи Wildberries, ненавидит при том это занятие, типа что-то нужно ходить. А можно это оптимизировать таким образом, чтобы заказать курьерскую доставку. Да, в таком случае нужно поднакопить товары до полутора тысяч, потому что от полутора тысяч на Wildberries бесплатная доставка. И да, это подходит для тех товаров, которые не нужно там мерить много. Но бывает такое, что люди заказывают маленькие какие-то товары, которые просто надо забрать и за ними специально заходят каждый день вот на эти пункты выдачи. Или ходят в магазины за продуктами ежедневно, на постоянной основе им это не приносит удовольствия. То есть это важно. Делегировать не нужно как бы вообще все. Вот у меня до сих пор спрашивают, почему я не делегировала монтаж. Да блин, это моя душа. На каком бы там уровне я не была, понятно же, что здесь не в деньгах дело, что мне там жалко несколько тысяч или сколько там это стоит монтаж. Мой монтаж вообще бесценный, я считаю. Я это никогда не смогу делегировать, потому что это то, чего я кайфую. А вот то, чего не кайфуете, можно делегировать и оптимизировать. Вот что важно. То есть прям выписать этот список и да, может быть пока там средства не позволяют все оптимизировать, все это не делать, да, но возможно просто вы подумаете в эту сторону, а что можно сделать, что уже можно упростить. Кому-то просто нравится ходить на Вайлдборис каждый день, это другой вопрос. А если вам это не нравится, если это становится рутиной, то, что отнимает у вас время, вот тогда это вопрос. Вот в сторону таких дел стоит посмотреть, чтобы это не подсасывало вашу энергию на постоянной основе и соответственно освобождало вам время для поистине классных, важных вещей. Перейдем к тому правилу, золотому правилу для каждой мамы без помощи, что бытовые дела мы делаем на бодрствование ребенка. А в сон ребенка мама делает энергодающие дела. Это переворачивает вообще концепцию времени с ребенком, потому что когда ты живешь в таком дне сурка, когда ты во время бодрствования ребенка должен его там и поразвивать, и классно с ним время провести, и карточками позаниматься, я не знаю, а во время его сна должен успеть приготовить обед, завтрак, ужин, прибрать все, что вы разбросали, загрузить посудомойку, разгрузить и стиральную машину, короче, сделать все дела. Когда мама вообще будет иметь вдох-выдох какое-то время для себя, где она будет наполняться, где она будет черпать свой ресурс для себя, для того, чтобы отдавать, неизвестно. Об этом обязательно нужно прямо проговаривать с партнером, можно договариваться, кстати, с подругами, у которых есть тоже дети, что вы сидите, например, по очереди друг с другом. Вот еще раз вспоминаю книгу «Лайфхаки работающая мама», там Людмила Петрановская делилась такими советами. Не каждый хочет или может нанять няню, не у всех есть помощи бабушек, дедушек и желания бабушек, дедушек, и можно придумать свои варианты. Не уходить в жертву, все, это невозможно, у меня ребенок, я все, я на всю жизнь обречена и так далее. Что вам это дает? Это непродуктивно. Если вы хотите найти какой-то выход, обязательно что-нибудь найдется. Какой-нибудь островок в течение дня обязательно найдется, чтобы вы восполнили свой ресурс. Если вы этого захотите, если вы начнете искать. Так вот, во время сна ребенка мама делает должна то, что хочет мама делать. А с ребенком можно и развесить белье. Это прекрасное обучение бытовых действий, занятий, и ребенку это весело, интересно, прищепочки там всякие, все такое. Единственное правило, не нужно зависать в одной зоне на полтора часа, тогда ребенку будет неинтересно. Нужно делить все дела на время бодрствия, там по 15 минут, чтобы вот здесь 15 минут немножко там поубираться, здесь 15 минут, здесь 15 минут, оп, уже час там прошел. Вместе приготовить, ребенку дать поварешки поиграть, еще восходили погулять и все, уже и спать можно. Следующая очень важная мысль это то, что сила в маленьких действиях, в маленьких шагах. О чем я? О том, что иногда кажется, что если у тебя нет полноценного времени там позаниматься спортом полтора часа, то и нет смысла заниматься. Или другой пример. Если у тебя нет времени и возможности покупать разные там полезные продукты и ходить на рынок, выбирать самые свежие помидорчики, все это хорошо, красиво резать и делать из этого прекрасное меню на каждый день, то вообще нет смысла заниматься правильным питанием. И такие примеры можно найти в каждой отрасли, потому что человек любит сразу хорошо, чтобы было, вот сразу, чтобы было идеально. И зачастую так не получается. а когда у тебя дети так не получается никогда. девочки, сила в маленьких действиях, в маленьких шагах и даже в пяти минутах. Позаниматься каждый день там йогой или у кого какой спорт пять минут в день, пять-семь минут в день. Может, ну, каждая. Но зачастую мы не занимаемся эти пять минут только потому, что кажется, что это бессмысленно. Но каждый день по пять минут это намного лучше, чем раз в месяц я начинаю новую жизнь, на полтора часа там позанимаюсь и никогда это не повторю. Потому что полтора часа найти для мамы, а для работающей мамы вообще очень сложно. Хочу вам прочитать несколько вдохновляющих цитат из книги как раз-таки Петрановской про лайфхаки работающей мамы. Вы имеете право жить так, как считаете нужным или как позволяют обстоятельства. Дети имеют право быть недовольны, но как родители вы обязаны помочь им адаптироваться, чтобы буераки и повороты проходили для ребенка помягче. А если станет немоготу, чтобы он мог поплакать у вас на руках и не услышать в ответ «Как тебе не стыдно? Все это ради тебя?» Или «Нам и без твоего нытья тошно». Про что это? Про то, что зачастую кажется, что ты какой-то не такой, не такой родитель, я не такая хорошая мама, наверное моему ребенку для счастья не хватает еще вот это, вот это, вот это. Короче, вот это нескончаемое чувство вины. А вторая сторона этого это то, что на какое-то нытье ребенка, какое-то недовольство ребенка, вместо того, чтобы принять его чувства, мы реагируем типа «Все же это для тебя? Как тебе реально не стыдно?» А правда в том, что какими обстоятельствами ни были, вы сейчас так живете. Ребенку просто нужно под них адаптироваться. Но вы, как родитель, являетесь тем самым мостиком, который помогает ему это прожить. Даже если где-то кажется маму мало или тоскливо или печально, что вот так. Тем, что вы будете рядом с ним в этот момент, тем, что вы просто услышите его слова, его переживания и не будете оценивать их, вы сделаете ему огромное дело. Не обязательно изменив свои обстоятельства, иногда это действительно невозможно, а просто приняв его чувства. Или еще. Короче, вот вам мое авторитетное экспертное мнение. Это Людмила Петрановская пишет. Скорее всего, вы хорошая мать. Достаточно хорошая, без оговорок. Вашему ребенку нравитесь именно вы. Он бы не согласился на другую, пусть даже идеальную. Вы такая специальная мама для него, такая, как ему нужно. Предлагаю взять это за основу и дальше из этого исходить. Короче, книга полна вот таких успокоительных цитат, потому что действительно многие современные мамы прям грязнут в чувстве вины, которой некуда деть, и ребенку на самом деле от этого чувства еще хуже. Я помню, кто-то мне однажды написал, что все люди, кто ведет планеры, я в том числе, все, кто любит организовать свою жизнь, это очень тревожные люди, но они так спасаются. Возможно, в этом есть доля правды, потому что систематизируя все и вынося это на бумагу, ты освобождаешь свой мозг и как бы не даешь лишние повода тревожиться. Но опять же, все зависит от человека, я считаю, потому что у меня на опыте, на моем есть очень много знакомых, кто живет в полнейшем хаосе, и им там не окей. У них очень много тревоги, они ничего не успевают, они не знают, что куда впихнуть, планируют слишком много, потом выгорают, что-то забывают, и мне кажется, в таком случае необходимо планирование, необходимо заниматься организацией своего времени, но а кто-то живет реально в полнейшем хаосе и кайфует от этого, им нравится, что каждый его день не похож на другой, он там может проснуться в 12 дня, лечь в 5 утра, но такой график, опять же, с детьми невозможен, потому что если у ребенка есть сад, или как минимум биоритмы, да, у каждого ребенка есть, важно в определенное время ложиться, в определенное время вставать, ну, ему витально это необходимо, а там когда-то кушать, ты не можешь вот такой образ жизни вести, поэтому так или иначе, становясь родителем, ты реально намного более организованно относишься к своей жизни, начинаешь как-то уже в сторону вот режимчика там думать. Знаете, я поняла, что я про планирование могу говорить бесконечно, вечно, но чтобы обойтись одним видео, я, наверное, закончу на этом, делитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы открыли для себя в этом видео, надеюсь, что было полезно, если хотите, чтобы я больше раскрывала эту тему в своем блоге, тоже напишите обязательно об этом, ну, а мы с вами увидимся в новых видео, благодарю вас за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok